Солнечный городок Солнечную часть 51 города Покровска – это одно из направлений нашей работы. Мы приехали, познакомились, воочию увидели, как работают пожарные, что они делают и как нужно себя вести, чтобы не попасть в тяжелые ситуации. Благодаря таким экскурсиям, нашим рассказам, нашим показаниям, то, что мы здесь показываем, у них будут больше знания, как действовать в случае пожара. То есть они будут уже знать, как позвонить до нас, как сообщить и как действовать, если случится, не дай бог, пожар. Девочки и мальчики познакомились с пожарными. Узнали много интересного об особенностях их работы и о том, как тушат пожары и спасают людей. Вот пожарная машина, в ней находится определенное количество воды. На данной машине 4 тонны. Расход буквально на 10 минут. После 10 минут все хватаются за голову и кричат, что приехали без воды. Любая емкость, она всегда заканчивается, правильно? Да. То есть ее надо заправить. Вот для нас, у нас есть вторая машина, которая сразу подъезжает и начинает тушить. Или мы становимся, вот, ядран пожарный. Сейчас присоединяют по нашему рукаву, по вашему шланге и подключают воду, чтобы машина постоянно заправлялась. Пожарные раскрыли некоторые секреты своей работы. К примеру, как управлять рукавом для тушения пожаров. Ребята смогли испытать, как работает эта техника на практике. Пожарные показали, как приходится действовать в случае, когда нужно спасать людей, окруженных огнем в многоэтажках. Все увиденное и услышанное вызвало большой интерес к пожарному делу. Я узнала, что машины бывают для разного, что мы называем шланги, а они, оказывается, по-самому другому называются, что пожарные дучатся очень долго, чтобы научиться спасать людей. И они лазят по лестницам, тренируются каждый день. Я сегодня узнала, что можно тушить пожар пеной, песком и водой. Я вообще думала, что они сидят и ждут, пока какой-то человек придет и скажет, что пожар начался, а тут им звонят, они бегают, репетируют, спрыгивают с четвертого этажа на канатах. Они очень трудятся, они каждый день пытаются спасти дом, людей. Я знаю, что это, понимаю, что это тяжелая работа, но, оказывается, она не очень интересная. И чтобы пойти на эту работу, надо очень сильным быть. А в завершении девочки и мальчики играли в тематические игры и поучаствовали в спортивной эстафете, которые помогли закрепить знания о противопожарной безопасности.